Послание апостола Павла Кефисиана, 4 глава Ну то есть конца края нет, где человек сам себя вымеряет и ставит. А у Бога дар был дан каждому при рождении. И даже раньше. Еще не родились, говорит Иакоб и Исап, а Бог уже определил им будущее. Одного возлюбил, а другого возненавидел. И он поставил одних апостолами. Кто поставил? Бог. Не то, чтобы я захотел быть апостолом. Других пророками он поставил. Иных евангелистами он поставил. Пастырями и учителями. И у всех одно назначение. Это все сегодня в храмах будет считаться. К совершению святых. Вообще непонятное слово. Святых, до жития святых откроет все. Святыми монастыри делают. А оказывается по слову-то Божию не так. Апостолы делают святыми. Пророки, учителя, пастыри. И при том все движущее. Апостол где один хоть заперты был? Или пророк принял дар пророческий и залез бы где-то в нору, в литиную. И сидел бы. Или на валаам залез. То есть каждое слово криком кричит, что мы куда-то не туда зашли. Ну мы все желаем быть святыми. Но если не желаем, мы все равно сорок раз-то для чего-то напочем, Господи помилуй, чтобы простил Бог, и мы попали туда. В конечном-то счете к одному идет. А написано к совершению святых. И совершение святых совершается не там, где люди пришли и встали в храм, отстояли и ушли. Про это нет нигде слова. Ведь эти слова, что я говорю, они храмольными сегодня кажутся. Даже говорить нельзя об этом. А посмотри любую притчу. Любая притча это деятельность. Идите, зовите. Приходят, не пошли. Посылают снова. Идите по изгородям, то есть движениям. А дальше для чего? На пир. А потом виноградник отдал. Виноградники надо работать. И везде работа, работа и работа. Нигде этого нет, чтобы без общения с людьми. Придумали по-другому. И притом придумали ни на день, ни на два, на тысячи лет. Ничего не надо. Найди, где верующий там есть. Мы его спрячем. Нашли? Мы его сделаем бесплодным. Он будет всю жизнь где-то сидеть. А здесь написано к совершению святых. А какие святые? Подобные им. Сегодня, я повторяю, крамольными кажутся слова, что апостолы все. Почему? Есть такое выражение, апостоличность мирян. И пастырями должны быть все. Почему? Мы пасти даже и себя, и ближнего. И пророками должны быть все. Да где это сегодня в православии будет говориться, что пророками? Да перед именем пророк только склоняться можно. Благозавец, святые пророщи, даже не пророк, а пророщи. Иоанне, Анна, Иоанне, Илье. А вот это ты пророк. Это мы сейчас увидим и слава Божия. Нам ложное толкование Писания дали. А раз ложный, значит ложный путь. А ложный путь, значит и ложный конец будет. Переменить надо все, провести ревизию в мозгах. К совершению святых. На что? На дело служения. Для созидания тела Христова. А тело Христово и членом состоит. И все перечисленные должности, перед это должность быть апостолом. Для созидания тела Христова. А как оно созидается? То, что найдена будет одна душа. И из таких душ вместе с совокуплением получится общее Царство Небесное. А сегодня как? Храм открыт. Обязательно надо, чтобы высокие. Тянут, тянут. А то православные невысокие. Ты у католиков посмотри, какие я был у Латвии. Там голову завернешь и макушки не видать. Тонкие-тонкие шпили вверх, чтобы отовсюду было видно. А Христос как сделал? Не видно. Совершенно не видно. Тайно. По домам собирались. А вот поразить воображение, пришел человек, колокол бьет. Пришел, отстоял, ушел. А первоапостольская церковь не так было. А тайно идите в мир, ищите, благовествуйте, приходите. И где-то еще по домам ежедневно собирались. Смысл-то прямо всюду и везде заложен. Должно быть духовное перерождение. Вот посмотрим по слову Божию. Как Господь нас сегодня научит. Считаем, что кроме 12-ти апостолов, оказывается, было еще и избрано 70. А потом каких-то начали называть еще равноапостольными. И вот считаем, что слово апостол в Новом Завете так и встречается 82 раза. Я специально даю эту статистику, чтобы понять, кто такой апостол, и за чего он призван, ну 82 раза прочитать. А как только прочитал место, понятно, апостол, и пошли проповедовали. Ну маленькое воображение развеет. Вот они выходят из дому, он апостол. Апостол, а для чего пошел? Говорит другим. Посланы. Посланы не просто за дверь вытолкнуты, а куда-то. Все данного апостола посланы были. Оказывается, ангел есть вестник, а апостол переводится тоже вестник. Ну и должно так быть, потому что деятельность одна и та же, что у ангелов, что у людей. Возвестит людям спасение. Ныне возвещаем вам спасение. Родился спаситель мира. Это апостольское служение. Выполняют ангелы. Лука об этом говорит в 6.12. Что Господь избрал апостолов после проведенной ночи в молитве. Деяния апостолов в 14.4.14. Считаем, что апостолам причтен был Варнава. А вот в первом послании к посланникам 2.3 говорится, что Сила и Тимофей, это тоже апостолы были. Второе Коринфянам 8.27. Андроник и Юния. И Павел просит за них благодарить. В оригинале стоит апостол в грешеском языке. Здесь перевод сделали только посланники Божии. Слово пророк известно было в Ветхом Завете. И оно встречается в 639 раз. Вот хочешь узнать о пророке? Тебе интересно? В 639 мест прочитай в Писании. И уже будешь иметь абсолютно точное представление. Не такое, как сказали, что пророки это те, когда-то кому-то можно молиться. Совсем нет. Вот мы читаем. Число 11.25. Сошел Господь и взял от Духа... Слава это совершенно непонятно. А какого Духа? Который на Моисея. И дал 70 мужам. Господь сошел, взял от Моисея его Духа и дал 70 и все апостолы. Первая книга Сарс. 10 глава 6 стих. И найдет на тебя Дух Господень. И ты будешь пророчествовать и сделаешься иным человеком. Говорится о тиране, о деспоте Сауле. В дальнейшем. Каким он будет? И первый царь в 19.21. И вот провинился человек перед царем. Он посылает взять его. Посылает. Они не дошли к какой-то границе, только шагнули через нее. И все эти посланные слуги, вся милиция, амон, сделали с пророками до одного. И начали пророчествовать. Кто-то успел выскочить из этого круга, прибежал. Все пророчествуют. Он посылает вторую группу, набирает. Вторую Альпу. Пришли к этому месту, перешагнули и все начали пророчествовать. Да что это такое? Саул пошел сам. Дошел до этого места и на него Духа шел. И разделся, и лежал раздетый и пророчествовал. И поговорка новая появилась, словарь тогдашний, как удаля занесли. Неужели и Саул во пророках? То есть такое-то диво. Значит, существует какая-то черта, переходя через которую все делаются пророками. А где эта черта? Общение со Христом. Если к Моисею подходили и люди от него получали, то неужели от Христа мы этого Духа-то не получим? И он снял свои одежды и стал пророчествовать. Третья царь, 23.8. Один царь говорит, я не люблю этого пророка, Михея сына и Ивла, потому что он обо мне не говорит доброго. Отсюда вывод. Говорить нужно всегда правду и что Господь положит на сердце. Посмотреть по обстановке. Может не сегодня, завтра. Может не устно, письменно. Люди обязательно разделятся на два. Одни тебя будут любить, другие ненавидеть. Если ты хвалишься тем, что у нас всегда добро, у нас хорошо, меня никто не ругает на работе, не все благополучно. Ни одного пророка не было, которого вы не гнали. Не было ни одного апостола, которого вы не гнали. Будешь говорить правду, у тебя всегда будут враги. У Златоуста было врагов не два, не три, а более сорока епископов. Сотни священников, которые с помощью царисы, конечно, сослали. И патриарх враг. Пророк Исаия 21.11. Я до конца не мог узнать, толкование не нашел нигде на пророчество о Думе. Какое отношение это имеет к Думе нашей, а может быть какое-то и имеет, может действительно это было пророчество. Посмотреть надо. Исаия 29.11. И всякое пророчество для вас, то же, что в словах в запечатанной книге. Значит, душу надо подготовить к пророчеству. Если это из Писания, кто бы не говорил, какой еретик. С кем-то беседуете, и вдруг человек приводит место Писания. Сразу остановись и запиши. Может это именно голос Божий через еретика достиг меня, через эту ослицу меня достигнуть должен. Они так, перебивают, слышат, с кем разговаривают, приводят место Писания, а тот продолжает давить его своими аргументами. Услышал место Писания, замри, так повтори, я его сейчас запишу. Говори дальше. Покажите благоговение перед Духом Божиим. А тогда я к пророчествам лучше будем относиться. Иеремия 2.8. Гнев Божий приходит на людей, когда люди не слышат голоса Божия. И вот вышел пророк Иеремия. Как они могли его любить? Представьте, вокруг пророки, написано, школы пророческие были, сыны пророческие. То ли от пророков пророками рождались, я так нигде не мог найти. Священники службу служат. И вдруг приходит какой-то бедный человек и начинает, пророки не такие, священники совсем не такие. Ну как они могли на него смотреть? И он говорит, священники не говорили, где Бог, то есть не искали. И учителя закона не знали меня. И пастыри отпали от меня. Так это куда же Израиль зашел, в конце концов? Учителя, пророки, все в другую сторону побрели. И никто не знает этого. И нашелся только один человек, который сказал, а может ты именно тот человек будешь? Иеремия 5.31 Пророки пророчествует ложь, и священники господствуют при посредстве их, те, которые пропагандуют ложь, чтобы народ под себя подобрать. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Я говорю, как я много раз в жизни обольщался. Когда я материал о крещении подготовил, кто-то бы спросил, ты уверен, что он сработает? Да. Я думал, как люди сейчас будут искать этот материал, переписывать, как придут к священникам. Да думаю, они их на кусочки разнесут. Это что же, не туда шли, неправильно крещеные. Это наши родители умерли не крещеные. Вы что сделали? Никто. Да пошел ты с этим. И все. Священники отвергли, епископ не принял. Написал в патриархию, никто не принял. Ну вот вы и приняли, и все на этом. Но вы-то это и есть утешение моем Господе, как за того говорит. Однако не все отвергли. Иеремия 14.14 Пророки пророчествует ложь. Аж именем моим, я не посылал их. И они пророчествуют пустые мечты сердца своего. Любую газету ипорхальному открой и почитай. Полное исполнение. И 16 стих. И вот этот народ, который не слушает пророчества Божие, будет разбросан по улицам. Пророчество это не закончилось. С этим народом, который сейчас вокруг нас живет, великое-великое потрясение будет. И оно где-то совсем недалеко. Но кто думал, что будет Великая Отечественная война, и каждый дом лишится своих кормильцев. И это где-то рядом, за беззаконие народа. Иеремия 23.16 Не слушайте пророков, которые говорят вам мечты сердца своего. Вот сейчас они с этим объединением. Это только одни мечты. Тату войдете, зарубежная церковь оживотворит, начнется возрождение. Ничего этого нет. И даже никаких намеков нет. Никаких абсолютно. Они люто ненавидят Слово Божие. Они совершенно не хотят принимать Слово Божие. Священники не принимают истины Господней. Так откуда оно будет в пробуждении? Мы для них враги. Даже сегодня мы склонимся, напишем заявление. Ради Бога, прости, мы были такие плохие. Что угодно скажем, это ничего не изменит. Мы до самой смерти останемся для них заклейменными. Даже по виду своему священник нас сразу вычислит. 23.15. Они, Господь говорит, пророчествуют и говорят, мне снилось, мне снилось. И вот как пророчествует порох Иоиль за 800 лет до Христа. 2.28. И что Иоиль переводится Господь Бог. Подходил человек, это мы перевод даем. А в Израиле он к нему так обращается, Господь Бог, Господь Бог. Мать его зовет, посылает, Господь Бог, сбегай в магазин. Вот когда до конца дойдешь, как же народ израильский любил Бога. И они даже детей своих называли именами божественными непрерывно. Он говорит так. И залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, это Иоиль. И 800 лет нигде не исполняется. Все дальше и дальше уходит. И вдруг в день Пятидесятницы, Господь исполнил это пророчество. И что, сразу приняли? Нет. Это только пьяницы так могут вести себя. Даже напили свина сладкого. И Петр начал оправдательную речь говорить. И вот начни сегодня делать как положено, тебя как угодно обвинять. Шизофреник, больной, пьяница, что угодно, неграмотный, ты кончи семинарию, сначала академию посиди. Дух Божий, где находит на человека, он выделяется из этого ряда. Сразу же. Пророк Амос, 2 глава, 12 стих. А вы, Назареев моих, Господь говорит, из Назареев, это избранные люди были в Израиле. Их надо было беречь, как зеницу ока. Смотри, тебе нельзя пить вино. Назареев вино нельзя было пить. Виноград нельзя было есть. И перечислять ни кожурочку от ягодки, ни зернышко от ягодки. Какой подробно, ни мякоть. Для чего? Ну, чем-то человека отделить. А вы, говорит, знали, что они избранники мои, и вы поили их вином, и пророкам приказывали, не пророчествуйте. Вот генеральная линия тогдашнего Израиля была. Тех, которые знают споить, одурманить, обещаниями, это вот сейчас портит нас, эта компания, практически-то идет. А пророки, чтобы не пророчествовали, кто знает истину, закрыл уста. Пророк Амос, 3-8. И он делает сравнение. Лев начал рыкать. И кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Значит, лев, если зарыщит рядом, кто не содрогнет? А Господь повелевает сегодня, пророчествуйте. Я мысленно проигрываю такую ситуацию. Ну, мысленно. Сегодня Господь силен был как-то так сделать, чтобы у всех мозги стали на место. Люди пришли в храм, и вдруг, так, вы в первом веке. И что в первом веке? А вот все будет не так. Вот этого длинного богослужения не будет. 40, Господи, помилую, еще монахи не придумали. Это все монахи сделали. А только было бы сказано, сейчас, братья, давайте помолимся. И идите все пророчествуйте. Дух Божий сошел на вас, как апостолы. А вот кого найдете, кто обратится, примут крещение, тогда будем молиться, тогда оглашенный изъедитель. Да на тебя-то, как на вертик, а посмотрят. Вот представьте, что священник сказал, братья и сестры, вы пришли сегодня, давайте помолимся кратко, попросим благословения, две минуты, три минуты помолился бы и сказал, и так, котомочки в руки, пошли проповедовать. А переезжайте, пока эгоисты спят, пока адвентисты не проснулись. У них праздник вчера был в субботу. Вы знаете, обстановка в стране-то изменилась бы за один день. Да во всех-то храмах. Так если они сегодня говорят 86% людей православных, да один день хотя бы посвятили для Бога, не для богослужения. Богослужение-то так, привыкли, вот оно, он выходит, что надо, колокол прозвучал, дальше вышел, какие двери, а о Боге-то и речи нет. А если архиерейское служение, я не раз разговаривал, я говорю, ты, наверное, сегодня тоже близко к Богу был, даже не вспомнил. Я думал, вовремя пуговку застегнуть, упадать, где, что, когда архиерею покодить. Я совсем, говорит, и не помню даже, что было, как во время венчания. Понял, сейчас венчание, говорит, я забыл, даже что там было. Кремлинам, 12.6. Если доно тебе пророчество, пророчество по мере веры. Михей 2.6. Пророкам говорят, не пророчествуйте, чтобы вам не погибнуть. То есть не говори проповедь. Деяние, 19.6. Павел возложил руки, и они заговорили на иных языках, и стали пророчествовать. Что можно пророчествовать? А это означает проповедь. 1 Коринфянам, 1.6.4. Всякий мужчина, пророчествующий с покрытой головой. Всякий. Речь идет обо всех, кто в общине. Все до одного пророки были, все до одного. И жены, да. Всякая женщина. Слово всякое, это не какая-то избранная. Пророчествующая с непокрытой головой. Главное, чтобы платки свои возьмете и пошел по городу. Без подкопки не ходите. И начинайте пророчествовать. 1 Коринфянам, 14.1. Апостол Павел пишет письмо. Далеко отстоит от этого города, одним из самых развративших городов в мире, и говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Значит, надо у Бога просить это. Вот сегодня воскресенье. Наши братья пойдут, и мы не можем вас раскачать. Ведь все-таки здесь не меньше нас находится человек 50-60, 10 человек. Ну, какой процент? Вы будете искать при этом время. Более благоприятного времени просто трудно найти, чем сейчас. Пятый стих. Павел говорит, желаю, чтобы все пророчествовали. И через пророчество получали назидание. Это желание апостола Павла. Мы получили сегодня письмо в Барнаульской крестовозыженской общине. И Павел говорит, желаю, чтобы все пророчествовали. Не прячьтесь друг за друга из разной оговорки. Вы оставайтесь на занятиях. Кончится. Да что еще не попели ничего, уже торопятся домой. Не будьте настолько привязаны к земному плотскому. Это все отнимется. Если не сегодня, то завтра. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Иаков 3.1. Не многие делайте с учителями. Кажется, на противовес. Почему послание Иакова всегда вызывало подозрение. А вообще-то оно каноническое нет. Лютир его вообще отверг. Оно даже и не христианское считалось. Его надо соединить с этим. Если не знаешь, то и не учись. Сначала научись. Но что ты знаешь, что Христос умер за грехи людей? Ты можешь сказать? Ты можешь сказать, что в крови Христа прощение? Постучи в дверь и скажи, Христос ждет вас. И подай в вид кухоней. Христос ждет вас. Скоро придет погибель. Вы больше говорите о грядущем наказании. О грядущем Христе. 1 Тимофею 1.7 Желают быть законоучителями, но не понимают того, что и говорят. 2 Тимофея 2.24 Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым и учительным. Касается всех. 2 Тимофея 4.3 Будет время, когда будут избирать учителей, которые встили бы слуху. А вы ищите тех, которые больше обличают. Титул 2.7 В учительстве покажите чистоту. Евреям 5.12 Что Господь содействует всем, которые учат. Итак, сегодняшнее чтение говорит нам, что Господь избрал на апостольство. Оказывается, апостоличность мирян для всех. Избрал пророками. Оказывается, это касается нас пастырями. А ты пастырь в своей семье. Для ближнего. Люди-то совершенно ничего не знают. Учителями. Ну, на счет учителей у нас и специальность есть такая. Так ты учи их этому. И все это будет для созидания церкви. А не видимой какой-то организации, которую называют православной церковью. Чтобы это было воистину тело Христово. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...